С ней очень удобно на матче попадать в кадр, когда камера ведет, допустим, по трибуну, ее поднимаешь. Депутат Владимир Владимиров к чемпионату мира по футболу готов. Первый матч он намерен смотреть с трибун стадиона. Для этого отправится в Москву. Билеты купил пока на три матча, все с участием наших. Владимиров считает, очень важно поддержать российскую сборную, хоть к футбольным фанатам себя и не относят. Просто я люблю ездить на такие мероприятия, где атмосфера, прочувствовать атмосферу. Я не такой болельщик, как многие, которые знают всех поименно, кто откуда пришел, кто был куплен, за сколько и так далее. К таким болельщикам и всех фанатам я не отношу. Просто я поддерживаю такие соревнования и люблю болеть за сборную России. Поддержать соревнования и поболеть за нашу сборную можно будет и в Красноярске. Мест для этого предостаточно. Очень хороший экран, 4 на 2 метра, HD-качество. В этом баре уже начали готовиться к чемпионату. На открытие болельщикам обещают скидки на популярные напитки и закуски, а также аквагрим. Так что флаги и лозунги можно будет унести с собой прямо на теле. Кстати, если хотите забронировать столик, лучше поторопиться, рассказывает бармен Николай Скоржинский. Осталось чуть больше половины зала. Парень хоть и фанат футбола, но все основные трансляции готовятся смотреть с рабочего места. Я думаю, каждый гол будет услышан в этом заведении. То есть болельщиков будет много и все будут болеть и кричать. Болеть за Россию. Будем надеяться, что они выйдут из группы. Но на самом деле, как бы, болею я за Испанию. Готовятся принимать гостей в самом вместительном заведении Красноярска. Здесь обещают транслировать все матчи с участием нашей сборной. В другие дни на экраны выведут только картинку без звука. Особенный упор будет сделан на игры с Россией. Будут отдельные вечеринки на эти игры проведены. Будет ведущая, конкурсная программа. Мы будем смотреть всем залом с включенным звуком, с красивой картинкой, с комментариями от ведущего. То есть полноценное мероприятие, вход в эти дни будет свободным. А для тех, кто не любит шумные бары, но все равно хочет смотреть трансляцию на большом экране, открыты кинотеатры города. Сеанс в Луче стартует в 21.45. Кстати, билеты на открытие чемпионата лучше приобрести заранее. Как и на следующий матч в 15 июня, в час ночи начнется трансляция игры Испании с Португалией. Но те, кто любит уж совсем культурный досуг, добро пожаловать в Дом кино, если все сложится удачно. Кросспорт сейчас ведет переговоры с комитетом ФИФА, чтобы задействовать еще и эту площадку. Интересно, что еще одно популярное место готовится транслировать все основные матчи. С 15 июня и по 15 июля игры можно будет смотреть с перерывом на шопинг в торговом центре планета. Ирина Денисенко, Андрей Ткачук, Вячеслав Казаков. Афонтова. Новости.